Здравствуйте, дорогие друзья! С Вами снова Елена и наша рубрика Ее Величество Кухни. Я сегодня просто взяла за правило показывать те блюда, которые меня выручают, когда у нас собираются родственники. Можно сказать, что это сегодня у нас блюдо выходного дня, когда надо нам накормить большое количество. А в нашем доме все любят собираться, говорят, что у нас хорошая аура, но еще я думаю, потому что их вкусно кормят. Поэтому в данном случае покажу Вам свои блюда, которые меня здорово выручают. Сегодня будем готовить еще одну пиццу. Одна у нас была на городских булочках, а вторая у нас пицца будет на готовом слоеном тесте. Это великолепный вариант выхода из положения. Почему он великолепен? Потому что лично у меня на его приготовление уходят считанные минуты. А блюдо довольно-таки достойное. Можно накормить человек 6-7 за милые веники. Значит, что нам для этого необходимо? О начинке поговорим попозже. Теперь попрошу Вас посмотреть на мой лист, который заготовлен. Вы видите, что здесь находится вода. Дорогие мои друзья, совершенно не потому, что я забыла вытереть лист. Прежде чем укладывать слоеное тесто на листы, следует его смачивать и оставлять небольшое количество воды. Для того, чтобы, учитывая, что слоеное тесто у нас тесто жирное, смазывать не нужно. Если Вы смажете жиром, быстро очень подгорает это тесто. У Вас там будет черная корка. Это раз. Второе. Если Вы посыпите муку, во избежание прилипания подгорания, мука тоже обгорит. Кулинарное искусство поделилось своими секретами. Я один раз прочитала, что на листе надо оставлять небольшое количество воды. С тех пор я так и делаю. Результатом весьма довольна. Перед тем, как перейдем к начинке, распределим тесто. Тесто, которое я покупаю, это бездрожжевое слоеное тесто. У нас оно продается в виде вот таких листов. Небольших в упаковку входит 4 штуки. Для того, чтобы их распределить, я немножечко растягиваю в руках. Укладываю прямо вот на эту воду. Вот. Сейчас мне надо просто соединить эти заготовки между собой. Выкладываю их с небольшим нахлестом друг на друга. Вот таким образом. Так что, дорогие мои друзья, показываю наши пиццы выходного дня. Их иногда одной даже мало нам просят. Добавки бывает, что достаю еще одну пачку, по-быстренькому организовываю еще одну пиццу. Так. Причем, вот, кстати, это тесто великолепно хранится в холодильнике всегда под рукой. Стараюсь иметь заготовки, которые меня освобождают. Потому что, честно говоря, если поработал в саду и прочее, еще надо кого-то кормить. Это просто ужас. А так легко и мило. Значит, пальцами прижимаем эти швы между собой. Они не разойдутся. Ну, так, как-то спокойнее. Теперь, прежде чем накладывать начинку и процедуры, возьмите, пожалуйста, пальцами, вот таким образом. Отодвиньте крайние части теста. Для чего это делается? На эти части теста начинку мы класть не будем. Именно они пышно поднимутся вокруг вашей начинки. Создавая оригинальный бортик и будут такими шуршащими, слоенными, какой мы любим это тесто. Именно за вот эти его свойства. Легкость, слоеность, шуршащие. Видите, уже начинают заговариваться. Но и не мудрено. Начали сегодня ролики в 11 часов, в 5 часов вечера. Не можем никак закончить. Так. Так и день пролетел. Сейчас заготовка у меня готова. Мне пора покрывать ее ингредиентами. Первый, как всегда, на пиццу уходит томатный слой. Можно делать, брать просто пасту из баночки и намазывать, как делаю я сейчас. Иногда у меня возникает вдохновение, и я делаю ее не просто пастой, а добавляю сюда специи всевозможные. И даже растертый чесночок, но это, как говорится, по настроению, как музыка. Знаете, сегодня мне хочется такую, завтра другую. В принципе, можно обойтись одним томатом. Прошу прощения. Значит так, намазываем вот это толстенько так все. Края стараемся не занимать, для того, чтобы они имели возможность подняться. Если вы обмажете края, они у вас останутся тонкими и не поднимутся. Так, это мы сделали. Теперь надо наносить по томату майонезный слой. Можно сделать сразу, замесить между собой майонез и пасту, и намазывать уже совместной массой. Добавив, напоминаю, разные ингредиенты. Специи и чеснок. Так. Как говорится, фигуру особо не будем здесь выкладывать. Кухня домашняя. Все, что мы делаем, это для того, чтобы наша пицца была сочной. Никто не увидит, чем мы ее намазали. Только те, кто готовят. Так, все. Теперь дальше. Основной ингредиент, который мы кладем. Это, естественно, у меня отварное мясо. Может быть, что угодно. Грибы жареные и даже вареные, если вы следите за фигурой. Хотя, разговаривая о слоеном тесте, про фигуру можно слегка подзабыть. Хотя бездрожжевое слоеное тесто менее калорийное, чем, например, дрожжевое. Это я так, для успокоения души сказала. Понятное дело, что слоеное тесто имеет большое количество жиров в себе и диетическим не является. Назовем вещи своими именами. Пока я тут размышляла о тесте, я выложила начинку. Начинкой может быть все, что вам угодно и в каком угодно количестве. У меня пицца по-богатому называется. Положила я тут прилично. на вареного мяса. Его можно было бы класть и скромнее. Акцент сделай тогда не на мясо, скажем, которого будет чуть-чуть, а на овощи дополнительные. Все, что вам хочется. Так, теперь покрываем это все дополнительным слоем мелко рубленого лука репчатого. А у меня здесь мелко порублена половинка относительно крупной луковицы. Крупные фрагменты не прорезаны. Рекомендую брать. Они не очень деликатны. Теперь по этому слою у меня отправляются маринованные огурцы. Почему везде добавляем маринованные огурцы? Я люблю гармонии вкусов. Чем их больше, тем вкуснее блюдо. Поэтому здесь вот как раз пикантность достигается за счет присутствия огурчиков. Если вы покупаете пиццу, иногда предлагают пиццу с оливками. Но вот наши огурцы выполняют роль оливок. Дешевая сердита. Так, теперь у нас дальше. Перед тем, как я буду посыпать сыром, я мелко порезала помидор. Вот. И теперь буду выкладывать слоями этот помидор по поверхности своей пиццы. Тонко порезать помидоры это большая задача. Для этого я специально купила соответствующий ножик. Он так и назывался нож для помидоров. Им я режу не только помидоры, но и тонкие полукольца лука, вареные яйца с узким лезвием ножек, мелкими зазубринками. Благодаря ему я могу спокойно совершенно порезать любые предметы. Вот я покажу вам его, каким образом он выглядит. Вот такая штука, незаменима оказалась на моей кухне. Значит так. Укладываем, продолжаем художественную укладку. Я здесь не соблюдаю особо, куда повернуть дольку, куда хочу, туда и поворачиваю. Делаю по домашнему. Вы можете выкладывать фигуры в виде чешуйки помидоров. Конечно, зимние помидоры уступают летним. Летние помидоры, они сладкие, вкусные. Конечно, такого помидорчика хочется больше. Но я воспользовалась тем, что у меня просто помидоры были в холодильнике и отправила их сюда. Помидоры не соленые, поэтому именно вот этот слой, пожалуйста, щедро посыпьте солью, иначе ваша пицца будет пресной. И последние ингредиенты это тертый сыр. Сыра кладем сколько хотим. Обычно у нас это довольно-таки серьезно сыром мы здесь увлекаемся. Готовим же для себя, напоминаю. Это не то, что вы в пиццерии купите и не найдете, где у вас там сыр. Значит, по желанию. Грамм 200, 250, 300 в конце концов можете себе позволить. Напоминаю, что это у нас пицца выходного дня. Сейчас у меня духовка уже разогрета до максимума. Это очень важно для вашей пиццы. Для того, чтобы слоеное тесто стало подниматься, оно должно минут 10 находиться при температуре максимальной. Если видите, что ваша пицца еще бледновато, вы бы хотели для нее большего кулера, переведете потом сразу же градусов на 180. Но такие пиццы слоеного теста пекутся исключительно быстро. Поэтому периодически заглядывайте и смотрите не на поверхность вашей пиццы, а приподнимите и смотрите на донышко. Если увидели, что там начинаются уже процессы интенсивные зажаривания, лучше вынимайте ее из духовки, потому что можете потерять все изделие. Печется довольно быстро. Ну что ж, вот такая у нас пицца выходного дня. Она прекрасно поднялась. Если вы видите, здесь у нее такие пушистые краешки. То, что она бледновато, не обращайте внимания. За счет того, что она хорошо подрумянилась снизу, вот, она великолепна будет по вкусу. Начинка это подчеркнет. Просто и мило, за секунду. Делаю это блюдо практически каждые выходные на завтрак или на ужин. Так мне удобнее накормить мою большую семью. Берите на заметку. Приятного аппетита!